Сегодня видео будет для тех, кто всё-таки принял для себя решение учиться рисовать. Перед началом видео хочу обратить внимание на вот эту табличку, которую я скачал с интернета. Это степень твёрдости грифеля карандаша. Дело в том, что один из подписчиков просил рассказать про карандаши твёрдые и мягкие. Но хочу обратить ваше внимание на то, что я, конечно, не имею художественного образования. Но, тем не менее, вот эта табличка, она, в общем-то, говорит сама за себя. Но, когда я ещё учился в школе, это было очень давно, у нас были, я не помню, максимум 2М или 2Т. Это твёрдые и мягкие карандаши. Мягкие, понятно, что мягкие, а Т это твёрдые. Здесь вот немножко другая градация H и B. Ну, понятно, что здесь вот даже по квадратикам с тонировкой видно, что B это мягкость, а H это твёрдость. Вот, но здесь показано, вот от HB это твёрдый мягкий карандаш до 9B. Но здесь, понятно, должно быть то, что чем мягче карандаш, тем будет более тёмная штриховка, но и тем он будет менее прочный. Он будет очень быстро стачиваться. То есть, здесь практически 9B уже ближе к рисованию углём. Вот, ну, хочу также сказать о том, что есть вообще карандаши супер мягкие. У них, наверное, даже нет градации твёрдости. Это так называемые стеклографы. Они в своё время продавались, сейчас я их не встречаю, или просто, может, потому что не ищу. Это были цветные карандаши. Ими можно было рисовать на стекле. Различные там, я помню, разрисовывали в Новый год, там Деда Мороза, Знегурочку рисовали. Ну, и аналогичные, очень похожие карандаши применяют женщины в косметике. Подрисовывают там губы, глаза, они красные, синие, чёрные есть. Вот, но там уже грифли, по-моему, никакой твёрдости не имеет, он там уже как пластилин. Но вот здесь, в эту сторону всё понятно, до 9B. Ну, и понятно, что до 9N. Чем твёрже карандаш, тем более бледная будет штриховка. Ну, и понятно, что он будет более плотный грифель и более прочный. И можно будет, ему можно будет придавать большое, довольно-таки, усилие при нажиме. Но вот здесь вот обратите внимание на вот эту твёрдость под буковкой F. Я вообще не знаю, что это такое. Если кто-то вдруг выяснит, то прошу, в общем-то, в обсуждениях об этом сказать. Он, видите, находится между твёрдым-мягким и твёрдым. То есть, что это за градация? Наверняка она имеет какое-то значение. Хотелось бы, чтобы не только я и все посетители сайта, подписчики это узнали. Теперь давайте перейдём к рисованию. Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что мне очень понравилось комментарий одного из подписчиков. Думаю, что подписчик. Он сказал так, что я рисую очень просто. Сажусь и рисую всё, что мне придёт в голову. То есть, человек просто-напросто упражняется. Есть такой, в общем-то, метод. Он всегда был. Рассказ, показ и тренировка. Тренировка и упражнения – это самое главное. Итак, приступим. Различные штрихковки, линии мы с вами рисовать не будем. Тренируйтесь сами. Давайте начнём с изображения человечков. Плоского изображения. Нарисуем вот такие вот крыжочки. Четыре штучки. Я хочу вам показать, как просто изобразить настроение. Вот здесь пока что всё одинаковое. Ну, пусть это будет такой, типа какого-нибудь бюстика. Потому что мы будем рисовать только одну голову. Итак. Просто серьёзный человек. Улыбающийся. Грустный. Как смайлики. Сердитый. Давайте теперь нарисуем ещё четыре кружочка. Поменьше получились. Ну, потому что это будут девочки. Косички вот такие. Вон так пускай будет. То же самое. Серьёзный. Серьёзная. Улыбающаяся. Грустная. И... Сердитая. Ну, тоже можно... Делать какой-то воротничок. Далее. Когда мы уже научились рисовать с каким-то выражением лица, можно попробовать нарисовать просто человечка, ну, который стоит. Без каких-то определённых действий, занятий и так далее. на этом мы уже здесь с вами рисовали. Ну, можно раскрасить карандашиками. можно так. Можно взять было, например, те же шорты сделать тёмными, чёрными, синими, любыми. И покрасить ботинки. Теперь нарисуем девочку. Она будет чуть-чуть поменьше. Ну, ушки можно рисовать, можно нет. Если у нас вот так вот будет опущены, косички, то, конечно, там ушек не видно. Пускай девочка будет тоже весёлая. одиноче cheaper, так вот. ну это же можно и раскрасить ну здесь хочу обратить ваше внимание на то что если вы рисуете карандашом твердым то можно раскрасить лицо если мягким когда вы будете лицо раскрашивать если будете цеплять карандаш то простой то у вас может размазаться надеюсь можно что сделать более черненькое так здесь и здесь тоже вот у нас нарисованы мальчик и девочка теперь давайте попробуем нарисовать мальчик и девочка которая занимается какой-то деятельностью ну предположим мальчик там играет например футбол таит руки в боке одна нога стоит на мяче 8 предположим боя синяя футболки и в красных шортах на мячик можно каким-то образом полоски разрезовать не имеет значения все равно будет видно что это мячик вот у нас мальчик теперь давайте нарисуем девочку она у нас тоже немножко поменьше будет здесь мы уже ушки нарисуем сейчас поймете почему дима и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и подправим ей... Немножко... Кроссовочки... Вот она у нас прыгает... Ну и в заключении... Давайте еще одну... Картинку нарисуем... И потом уже можно будет... Тренироваться... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...